Чтобы перестать чего-то бояться, нужно с этим подружиться. Данного принципа придерживаются сегодня и детские врачи. За 10 лет стоматологической практики, принципиально новых методов работы с юными пациентами, в Челябинске уже выросло поколение людей, для которых встреча с донтистом вызывает положительные эмоции. Клиника располагает на сегодняшний день всевозможными средствами, методами для сервиса. Это, в первых, отдельный вход для пациентов, для наших маленьких пациентов. То есть при входе наши маленькие пациенты не видят врачей в белых халатах. Далее это большой гардероб. И на первом этаже у нас большая игровая комната с аниматорами, которые знакомятся с ребятишками, ведут с ними общение, игры. То есть еще до того, как ребенок попал в регистратуру. Поводом посетить детского стоматолога может стать не только знакомый большинству кариес. На сегодняшний день в современных клиниках работают с протезированием, последствием травм, исправлением прикуса и другими детскими проблемами. Клиника обладает уникальной возможностью проводить реабилитацию наших маленьких пациентов с травмой как молочных зубов, так и постоянных зубов с несформированной корневой системой, с обширным, осложненным кариесом зубов. И опять же, благодаря уникальным технологиям, потому что наша клиника имеет собственную зуботехническую цифровую лабораторию, не прибегая к какой-то там отдельной лаборатории, мы можем непосредственно уже в клинике изготовить те или иные замещающие конструкции детских зубных протезов. Еще несколько лет назад лечение зубов под общим наркозом у детей было практически невозможным. С появлением анестезии нового поколения степень риска снизилась в разы. И этот способ хоть и считается крайней мерой, но тем не менее в определенном сегменте обретает популярность. До трех лет у нас вообще противопоказано лечить малышей с насильственным удержанием в кресле. Это даже законодательные вещи, то есть ребятишки у нас лечатся только под общим обезболиванием. Это по показаниям, то есть это под наркозом. На сегодняшний день существуют безопасные препараты для общей анестезии у малышей. И ребятишек мы берем уже с года и двух месяцев, потому что сами препараты, они нетоксичные. И если общий наркоз специалисты рассматривают в качестве крайней меры, то существуют и другие методы, которые обеспечивают комфорт при лечении. Мы применяем так называемый веселящий газ, это затись азота, это лечение ребятишек под седацией. То есть ребенок расслабляется, дает поставить себе анестезию, смотрит также в непринужденной обстановке битфильма, беседует с врачом, беседует с родителями периодически. И тем самым мы повышаем как можно комфортное лечение, чтобы в следующий раз малыш пришел и понял, что это не страшно, что это не больно. И самое главное, у нас все лечение направлено на безопасность. Лечение зубов под мультфильмы и в присутствии родителей. Игрушка на прощание. Есть множество возможностей не просто скрасить визит к врачу, а сделать его по-настоящему увлекательным. Ребенок знакомится с обстановкой в клинике, знакомится с доктором, они проводят беседу. В кабинете у нас все есть располагающее для этого. Есть специальные игрушки, есть специальные манекены детские, на которых можно показать, как чистит ребенок дома зубы, чем он чистит. Детские врачи-стоматологи советуют начинать водить детей в клинику с момента прорезывания первого зуба. И, как показывает практика, у пациентов, которые ответственно относятся к профилактике, до лечения дела так и не доходит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова